Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. И при помощи занимательной астрологии попробуем заглянуть в жизнь Стрельца, но не просто в жизнь Стрельца, а Стрельца в качестве гостя. А также поговорим о том, что подарить Стрельцу, если мы к нему приглашены на торжество. Потому что эти два вопроса кажутся совершенно вроде бы и никчёмными. Но на самом деле вечер может быть испорчен, если компаньонами Стрельца за столом могут оказаться люди, чужды ему. А подарок, который не представляет никакой ценности для Стрельца, это просто потраченные деньги. Поэтому, я думаю, к концу видео мы разберёмся. Видео длинным не будет, поэтому запотеситесь только терпением. Итак, Стрелец необыкновенно прекрасен, как гость. Скажем так, если у него есть элементарные задатки воспитания и прочего, в компании он ведёт себя исключительно прекрасно. Когда расслабится, или если он в кругу знакомых, которых давно знает, он достаточно говаритлив, искромётен. Но если компания собирается сырая, ну по какому-то поводу, и вы пригласили людей с разных источников своей жизни, тут и ваши друзья наиближайшие, тут и коллеги по работе должны появиться, это, скажем так, сырая ситуация. И кого же подсадить к нашему Стрельцу, чтобы ему было комфортно, и людям, которые рядом с ним, как бы не страдали ни от чего. Итак, это вопрос века. Потому что не со всеми знаками зодиака мы готовы дружить, сотрудничать, получать удовольствие друг от друга. Могу вам сказать, что если вы размещаете мужчину-стрельца, то окружите его дамами. Более галантного кавалера за столом вряд ли найдётся. Дамы будут счастливы. А приняв рюмочку другую, Стрельц ещё будет осыпать всех невероятными комплиментами, делать томные глаза. В общем, всё будет красиво, все будут довольны. Поэтому Стрельцы считаются необыкновенно прекрасными. Кстати, у них невероятно подвешен язык. Есть всё-таки в голове мудрые мысли, которые они могут выразить, и делают это прекрасно. Кто-то лучше, кто-то хуже, но во всяком случае, если они чувствуют себя комфортно, они раскрывают самые лучшие качества гостя. Единственное, что стоит вопрос следующий. Все знаки огня люди весьма-весьма увлекающиеся. Поэтому, конечно, размещать спиртное непосредственно напротив Стрельца, если вы знаете за ним грешок, что он может давать лишку, как бы, скажем так, опрометчиво. Но это уже, как говорится, тонкости. Я считаю, что каждый гость изначально должен контролировать себя и, зная за собой слабину, не налегать на то, что, как говорится, его уронит лицом в салат. Всё-таки все должны соблюсти достоинство и своё в том числе. Поэтому, как говорится, надеюсь, что всё будет исключительно правильно. Но то, что это приятный гость во всех отношениях, мы уже, по-моему, утвердили. Единственное, дорогие мои друзья, люди, которыми вы окружаете, должны быть хорошо знакомы нашему Стрельцу. Потому что, если его окружить со всеми незнакомыми людьми, он на какой-то момент может замкнуться. Женщины как бы снимают эту пелену неудобства гораздо быстрее. Женщины-Стрельцы, мужчины могут как бы на целый вечер уйти в себя. Могли бы блистать, но как бы конфузно, непонятно. Ну, в общем, как-то всё смято. Поэтому это надо тоже учитывать. Потому что, как говорится, такие случаи бывают. Особенно с мужчинами-Стрельцами. Не со всеми, но я же не могу на каждого пальца. Вот с этим это случится, с этим нет. Поэтому это надо предусматривать заранее. Вообще, вот эта практика, мужчин-Стрельцов окружает женщинами, она себя оправдывает. Можете идти иначе чуть-чуть. Стрельцы необыкновенно хороши рядом с теми, кто слишком зажат, застенчив и прочее. Они как-то разбавляют, добавляют человеку свежести взаимоотношений, как бы заряжают его энергетикой. Поэтому и даже тем, кто хотел забиться в угол, это не особо удастся. Потому что, как говорится, энергия праздника начнёт и на них влиять в том числе. Удивительным образом Стрельцы готовы выслушивать тех, у кого есть проблемы, любят участвовать в чужой жизни. Поэтому, перезнакомившись даже с ближайшими уже соседями, начнут как бы располагать тех, потому что они, возможно, начнут изливать душу, рассказывать какие-то истории своей жизни и прочее. Обременительно ли это Стрельцу, я думаю, что его это не порадует. Но он, как говорится, с воодушевлением, мягко говоря, будет выслушивать, никого не прервёт. И как бы человек и зальёт ему душу. И такое тоже может быть. Почему нет? Но тут тоже надо понимать, что Стрельц сам как бы к этому располагает. Он, кажется, если всё наладилось таким простым, доступным, понятным, расположенным, что человек невольно начинает откровенничать даже с совершенно посторонним Стрельцом. Ну что ж, это тоже своего рода магия личности. Что ж поделать? Могу сказать, что Стрельцам часто приходится сталкиваться с чужими судьбами. Одни Стрельцы, особенно в женском исполнении, втягиваются в эту историю. И даже могут со своими подругами или заветными наперстницами болтать по два часа по телефону, всё время с макой очередной припетью, которая случилась в чьей-то жизни. И вот это, собственно говоря, этим заниматься или давать дельные советы. То есть Стрелец и телефон – это практически неразрывные две части в данном случае появляются. Если же Стрельца заставить слушать то, что ему неинтересно, у него есть уникальное свойство. С совершенно заинтересованным лицом он имеет тенденцию вас вообще не слышать. То есть вы смотрите на него и рассказываете, и вам кажется, что вас слышат. На самом деле он где-то в другом месте, мысленно. Но лицо по-прежнему располагающее в беседе. Ну, это такие вот моменты тоже бывают. Всё замечательно и здорово. И мы уже поняли, что Стрелец в принципе везде молодец. Количество блюд, которые поставлены на стол, все непременно Стрельцу тоже очень важны, потому что он любит покушать. Мужчины – гурманы, женщины тоже любят покушать, но здесь они себя контролируют. Но вкусная, добротная, отменная еда не только выразится удовольствием на их лице, что порадует хозяев, они ещё и скажут комплимент обязательно вслух, и что дважды приятно. Единственное, от кого наш Стрелец как гость увядает полностью, это знаки земли. Это у нас, как вы помните, телец. Это у нас дева и козерог. Но самый невыносимый для Стрельца – это, конечно, мрачный козерог. Не поговорить, не пообщаться, и какое-то внутреннее неприятие. Что, кстати, часто бывает у представителей соседних знаков. Кажется, кто ближе, чем сосед, который тебя сменит, но он же и вызывает жуткое неудовольствие. Тем не менее, дорогие мои друзья, я ставлю за Стрельцу как гостю 5 с плюсом. Плюс заберу, если он не умеет пользоваться алкоголем. Тогда он получает укол с минусом за испорченный вечер и бесшабашное поведение, которое он себе в этот момент позволяет. Не женщина. В основном, увы, мужчины. Но мужчины проще, брутальнее. Можно сказать, знаете, как женщина – это сложный механизм часовой, колесики тоненькие, так все, знаете, изысканно. У мужчин все попроще. Но и поступки их бывают достаточно простые, мягко говоря. Поэтому, дорогие мои друзья, в гости надо не только прийти достойно, но и выйти таковым, что не всем удается. Я надеюсь, что здесь все будет абсолютно безупречно. Потому что гостей, которые не умеют себя вести за столом, просто перестают куда-либо приглашать. Ну, а теперь представим себе ситуацию, что мы отправляемся к стрельцу и мучаемся, что ему подарить. Давайте заглянем в эту ситуацию и в ваши комментарии. Каждому говорю, каждого прошу. Комментируйте, пожалуйста. Вот вы, стрелец, о чем вы мечтаете? Вот ваша заветная мечта в виде подарка и есть ответы на наши вопросы. Кто-то может вам подарить вашу заветную мечту. Кто-то хочет яхту, кто-то хочет самолет, но мы не об этих подарках. Это эксклюзивные вещи от очень богатых, близких людей. А вы подскажите, пожалуйста, что бы вас порадовало, если бы вам подарил это человеку, которого особо материального достатка нет, но он трогательно желает вас поддержать, отметить, и что бы вы хотели тогда в подарок. Я считаю такие комментарии совершенно бесценными. Как все знаки огня, стрелец достаточно оригинален сам и все-таки мечтает об оригинальных подарках. Вот тут все такое постное, знаете, дежурное, как бы затасканная коробка конфет, которую дарят из года в год, и она уже заранее знает, что ты ее получишь, от нее радости никакой нет. А вот что-нибудь такое необычное, связанное с образом жизни. Ведь вы же, если вы стремитесь человеку сделать подарок, не дежурный, а так далее, наверное, в курсе дела как-то прозондировали почву, чем он занимается, что он любит, какие у него приоритеты. Вот, поэтому в данном случае здесь уже вырисовываются целевые подарки. Ну, чтобы далеко не ходить, кое-что, что мне удалось выудить, я вам зачитаю, потому что вот каждый подарок надо не забыть. Итак, если человек имеет спортивный образ жизни, любит путешествовать, то ему очень понадобится рюкзак, подойдет ветровка, кроссовки, мяч, лыжи, комплект чемоданов. Стрельцам, автомобилистам понадобится новая экипировка для их машины, чехлы на сиденье или другие предметы, повышающие комфорт и удобство во время путешествий. Охотничьи принадлежности, конечно же, для охотников, рыбацкие, для рыбаков, но это, дорогие мои друзья, как вы поняли, вы должны хотя бы чуть-чуть понимать, с кем вы имеете дело. Женщинам уместно дарить зонтики, накидки, плащи, практичную обувь, вместительные дорожные сумки, детям, велосипеды, машинки, лошадок, зверушек на колесиках. Вы также не ошибетесь, если в качестве подарка выберете экзотические сувениры, маски, чучела животных, национальные музыкальные инструменты. Кроме того, стрельцы, как правило, большие шутники, поэтому способны оценить по достоинству разнообразные прикольные штучки. Подарки с сюрпризом и розыгрыши. Но я вам рекомендую все-таки мир узнать, дорогие мои друзья, потому что промышленность, которая изготавливает некоторые сюрпризы, может оконфузить любого человека, и из этого подарка, вам это кажется смешным, сел на подушку, он оказался, извините, пердушка, но и да, вроде бы розыгрыш, вроде бы сюрприз и все весело. Вам весело, кроме того, ну, от человека, которому вы это подарили. Ему-то весело, да, розыгрыш есть, но цена ему копейка, если не сказать оскорбительная. Поэтому, как сюжет набросан, остальное, дорогие мои друзья, по вашему кошельку и желанию, но куда смотреть, на что обращать внимание, надеюсь, вы уже видите. Мужчины, как правило, особенно, которые вводят автомобиль, конечно, все, что связано с машиной, с их дорогим конем, заценят необыкновенно. Впрочем, повторяться не буду. А вы, дорогие мои друзья, но комментарии, пожалуйста, мужчины, женщины, дорогие, два слова, но они же дорогого стоят. Мы, наконец-то, эту пресловутую тему подарков разрешим раз и навсегда. Потому что смотреть на страдания людей, которые выкраивают из своего семейного бюджета деньги, чтобы порадовать тот или иной знак зодиака, как они боятся просчитаться. Давайте им поможем. Я лично свою лепту внесла, а теперь дело за вами. А с вами была Елена. А с вами была Елена.